Всем привет, друзья! С вами Alex Health и сегодня мы с вами продолжаем служить ФСБ. В общем-то, рассказываю, что случилось на этот раз. Один из гражданских мне доложил о том, что губернатор у нас сотрудничает с ОПГ. Если быть точнее, то я не знаю, сотрудничает он конкретно или нет, но его заметили на титульной территории, запрещенной в нашей области организации. А как раз-таки это гражданское лицо показало мне все доказательства, то есть видеозапись, фотосъемка и так далее, он мне показал все доказательства, то что это именно наш губернатор. И у нас, в принципе, заведено сейчас уголовное дело на правительство, как вы и помните с первого ролика. Мы также там истребляли правительство и, в принципе, в этот раз будем делать абсолютно так же. Только в этот раз мы возьмем намного большую цель в виде губернатора, ребят. Я думаю, то, что сегодня у нас получится максимально интересно, потому что такой огромной цели мы еще никогда не брали. И, возможно, этот ролик растянется сразу на несколько серий, потому что, сами понимаете, этот процесс очень долгоемкий, очень трудный для нас. Ведь губернатора уволить, это достаточно трудное дело. Думаю, не стоит медлить и начнем прямо сейчас. Короче говоря, рассказываю сразу, я подал заявление сразу президенту Российской Федерации для того, чтобы он смог снять неприкосновенность с губернатора нашей области. Для того, чтобы мы могли сразу же повязать без его разрешения, без какой-либо огласки и, в принципе, делать, что хотим с ним. На допросной и так далее, на суде, то есть с него полностью снята неприкосновенность, и мы можем творить абсолютно, что хотим, ребят. Я тут собрал уже несколько людей, с которыми мы сейчас вместе и, собственно, и поедем забирать губернатора в нашу допросную. Будем узнавать все причины, почему он там находился, как он, возможно, сотрудничал. И, возможно, узнаем сегодня что-то интересное. Вызовем его на суд, и там уже верховный судья будет решать, что же с ним сделать. Сразу же, ребятки, будем садиться в этот гелик. Я думаю, маскировка нам, в принципе, сейчас ни к чему. Маски нам ни к чему, какая-то определенная форма нам ни к чему. Мы просто можем приехать и забрать. Соответственно, берем четырехместный гелик для троих человек, и на нем уже отправляемся в правительство. Думаю, дорогу вам не обязательно показывать, все мы ее прекрасно знаем. Все, собственно, друзья, подъехали мы с составом из троих человек. Екатерина Бешамон, Никита Бешамон и я, Алекс Хейл. Ну, все вы меня знаете, представляться не обязательно думаю. В принципе, ребят, я считаю то, что сейчас для нашей области наступит день Х, потому что реально сейчас будет решаться судьба, ребятки. Отправляемся в правительство, там будем сразу же искать губернатора, не объясняя причины вязать его и увозить. Я думаю то, что шестерки, печеньки вот эти вот в правительстве тоже офигеют от того, что мы просто залетели, забрали у них губернатора, ну и, соответственно, лидера у них. Ну, кстати, тут почему-то сейчас никого абсолютно нету. Давайте глянем в кабинете самого губернатора. Тут, кстати, тоже никого нет. Нет, давайте глянем, возможно, у них сейчас какой-то строй проходит, а они обычно в компьютерной задерживаются. Давайте там глянем, но по карте, кстати говоря, я абсолютно никого не вижу, как и на складе, вообще абсолютно никого в организации сейчас нет. Хотя, в принципе, время такое то, что в области должны сейчас находиться все, ребятки. Но и на строю здесь никого нет. Короче, придется сейчас связываться, узнавать, где сейчас находится губернатор и ехать, наверное, соответственно, к нему. Короче, через департамент мы сейчас узнали о том, что у правительства совместно с губернатором проходит какая-то или тренировка, или проверка для воинской части. И вот сейчас, знаете, какой вопрос? Ехать ли туда или дождаться здесь? С одной стороны, вроде какой-то кипиш устраивать у военной части, это, блин, вообще не лучшая идея. Но и с другой стороны, с другой стороны, все будут знать, кто такие ФСБ, кто мы такие, насколько мы сильные, насколько мы властные. И, в принципе, все будут знать о губернаторе и понимать то, что что-то он донарушил. И его авторитет, как-то, знаете, подорвется. Поэтому, я думаю, сейчас отправляемся на воинскую часть, и там, соответственно, будем вязать губернатора. Так, Никит, давай уже садись в гелик, что ты тут тормозишь. Я думаю, ребят, на самом деле, возможно, это и не лучшая идея сейчас ехать в воинскую часть. Но, тем не менее, тем не менее, ребятки, мы же работаем на безопасность нашей области. Мы работаем для предотвращения вот таких вот ситуаций, спорных, я бы сказал, с одной стороны, при которых, возможно, действительно губернатор как-либо сотрудничает с преступной группировкой, при том, что мы реально видели его определенный контакт с человеком, который зарегистрирован, я бы сказал, находится во фракции Курганского отеля. Вот, ребятки, вот такой вот у нас расклад. В Курганском отеле она находилась, сами вы понимаете, где это находится, как это находится. И, в принципе, ребят, вполне возможно такая версия, при которой, действительно, наш губернатор как-либо помогает. Возможно, в каких-то поставках запрещенных веществ, возможно, в продаже оружия и тому подобного. Но, кто знает, ребят, кто знает. Конечно, ребят, сейчас будем во всем этом разбираться. Кстати, зачем встали на светофоре? Мы же ФСБшники, мы можем спокойно ехать. Ну, не суть, не суть. Будем во всем этом разбираться, найдем виновных, или, возможно, даже оправдаем нашего губернатора. Возможно, действительно, какая-то веская причина на то была. Но не кажется ли вам, ребят, что наше правительство слишком много косячит? Просто вот реально нагло косячит. Считайте, в первой серии мы уволили восьмой и седьмой ранг. А в этот раз мы заметили за нарушением самого губернатора и заместителя губернатора. Мне кажется, это действительно стоит задуматься о всем составе правительства. Возможно, все они в этом замешаны, на самом деле, кто знает. Ну, а пока мы едем, хочу пригласить вас, играя вместе со мной на Гранд Мобайл. Скачиваем по первой ссылочке в описании, и после регистрации аккаунта абсолютно на любом сервере, я, если что, играю на восемнадцатом сервере, вводите мой промокод HEALTH и получаете крутую тачку в виде гелика, тридцать тысяч игровой валюты, а также VIP-статус на целых семь дней. Ну и, конечно, ребят, как только мы набираем 300 лайков под этим роликом, я сразу же выпускаю следующую часть. Поэтому не поленись и прямо сейчас прожми лайкосик. Ну, а мы приступаем к самому ролику. Мы уже, как видите, подъезжаем к воинской части, и сейчас будем забирать губернатора. Я уже, ребят, по мини-карте вижу то, что там находится как воинская часть, так и, собственно, все правительство, ребят. Сейчас, собственно, быстренько перелазим через заборчик и идем в сторону губернатора. Надо только наших, наверное, дождаться, чтобы они к нам подтягивались потихоньку. Давайте я вижу то, что они ко мне подкатывают уже потихонечку, потихонечку подходим, ребят, и вместе втроем вяжем. Я думаю, я все действия исполню, все действия я на себя возьму, так скажем, под свою ответственность, ребятки. Я сразу вижу то, что тут генерал стоит, и, собственно, девятка и десятка правительства. Заковываем сразу в наручники, одеваем наручники на Ксению. Так, Ксюшенька, ты у нас теперь под нашим контролем. Заламываем руки ей и будем сейчас вести за собой, конвоировать ее. Для того, чтобы посадить уже в тачку, там будем уже разбираться. Я думаю, это не в принципе важно. Как мы это будем все исполнять? Губернатор сразу спрашивает, что за дела? Ну, мы, в принципе, и не обязаны отчитываться. Мы ведь ФСБ, мы почти верхушка иерархии, кроме губернатора. Но не суть важно. Ведем ее за собой. Давайте, ребятки, подтягивайтесь потихоньку. Я вижу то, что они там здоровались со всеми. Ну, мы, конечно, не проявили таких... Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, в общем-то, ребят, мы не поздоровались. Но я думаю, от этого ничего плохого не случилось. Нам главное сейчас ее забираем. Забираем, ребятки. Садим в гелик. Я думаю, даже ничего не объясняя, ребята. Даже ничего не объясняя, запихиваем ее в автомобиль. Все, попалась наживца. Она у нас в машине. И, в принципе, ребятки, сейчас можем распоряжаться ей абсолютно как хотим. Абсолютно как хотим, ребятки. Садимся, конечно же, в тачку. И увозим ее в наше здание ФСБ. Там будет очень жесткий допрос, на самом деле. Я не знаю. Мне кажется, у нас, у других организаций будут большие вопросы. Относительно, точнее, нашей компетентности, что ли. Относительно того, что мы реально залетели на территорию воинской части. Просто взяли, задержали губернатора и увезли. Ничего не объяснили. Ну, там, по-моему, мои коллеги представились. Я не представился. Ой, в общем-то, спорная ситуация, ребятки. Спорная ситуация. Но, в любом случае, увозим ее и сейчас будем разбираться, что случилось, где случилось, как случилось. Будем слушать ее мнение относительно этого. Ну, сами все знаете, ребятки. Я думаю, объяснять вам незачем. Все, друзья, мы подъехали к зданию ФСБ и, в принципе, ее сейчас выволочим быстренько из машинки. И будет жесткий допрос. Как я это уже, наверное, тысячу раз повторял, опять же. Учитывая, ребят, то, что ей никто ни о чем не докладывал, никто ничего не говорил. Вообще, в принципе, ей не рассказывали о том, что с нее сняли неприкосновенность. Я думаю, то, что она сейчас в таком шоке пребывает, ребят. Просто ФСБ, которая, в принципе, не имеет права так делать. Вот, приехали, нарушили строй, забрали ее, к тому же завязали, заломали, отвезли в здание ФСБ. Ничего не объясняем. Мы по дороге абсолютно с ней не разговаривали, ребят. Ну, к слову говорю. И, в принципе, в принципе, что она сейчас думает? Мне вот реально это очень интересно, ребятки. Напишите в комментарии, как думаете, что у нее сейчас в голове? Как она вообще это представляет себе? Потому что, ну, в общем-то, она никаких попыток как-то высвободиться, ну, как бы, не представляла. То есть, она ничего не говорила нам. То есть, мол, вы не имеете права, т.д. т.п. Возможно, она действительно понимает то, что она что-то нарушила. И это можно, наверное, даже в какой-то степени против нее использовать. Но, к сожалению, у нас не было боди-камеры включенной. Поэтому никаких таких доказательств не было. Да и, в принципе, это такое, знаете, доказательство не особо весомое. Я думаю, то, что в суде его абсолютно не примет верховный судья. И ничего из-за этого и не будет, собственно. А если подумать, в принципе, нас это не должно интересовать. Давайте заламываем руки, ведем за собой. Сейчас поведем ее в комнату допросную. Но, надеюсь, нам никто не будет мешать. Потому что сейчас у нас очень много сотрудников в области, которые действительно могут как-то влезть, как-то поинтересоваться. Потому что, реально, не часто, ребят, бывает губернатор. Сам губернатор у нас в допросной. Короче, садим ее на стол быстрыми движениями. Я думаю, лучше, наверное, будет с нее снять, на самом деле, наручники. Потому что такое жесткое применение силы, мне кажется, это нецелесообразно по отношению, во-первых, к девушке. Хотя, хотя, не знаю даже. Давайте лучше снимем наручники, чтобы она более свободно говорила. Чтобы она такую поймала. Такой вайбик, я бы сказал. Я даже не знаю. Может быть вайбик, может не вайбик. В допросной обычно вайбика, конечно, не бывает. Но, тем не менее. Я думаю, она так больше будет склонна к разговору. Склонна к признанию. Да и, в принципе, куда она от нас убежит? Здесь столько ФСБшников около стоит Екатерина, которая является заместителем директора. Да и, в принципе, ей бежать некуда сейчас. Потому что все находится очень далеко от правительства. Все, ребят, делаем по стандартной схеме. Поздоровались. Добрый день. Весь разговор у нас будет записан на диктофон. И, соответственно, записан на бодикамеру. Для того, чтобы у нас в дальнейшем никаких разногласий не было. Но я это уже, наверное, в прошлых роликах сто раз говорил. Ребят, вы все это знаете. Для того, чтобы не было никаких разногласий. Для того, чтобы в дальнейшем при суде вы не изменили свои показания. Для того, чтобы были какие-то доказательства, если вы ответите что-то. Если вы расскажете нам что-то интересное. То, что можно реально привлечь к делу. Если вы раскаетесь, там, я не знаю. Что-то, возможно, действительно нам понадобится. Поэтому мы надеваем бодикамеру, после чего включаем. И также мы включаем диктофончик. Для того, чтобы весь голос записать в нормальном качестве. Он у нас, конечно, лежит в карманчике. Мы его особо и не палим. Губернаторша наша также с нами поздоровалась. Ну и что, Ксения? Что мы будем с вами делать? Давайте, для начала вы должны представиться для того, чтобы это все было записано. На бодикамеру и диктофон. Фамилия, имя, отчество. И ваша должность, занимаемая на данный момент. Я буду надеяться, что допрос не будет таким жестким. Потому что, во-первых, это девушка. А во-вторых, это наш губернатор. Который, собственно, более-менее ответственно подходил к своей должности. Здравствуйте. Я губернатор Ксения Кобра. Отлично. Она представилась. И, в принципе, сейчас у нас все это зафиксировано. Соответственно, мы можем начинать весь допрос. Собственно, все. Мы можем узнавать все факты, аргументы. Вы знаете, в чем вы вообще обвиняетесь, Ксения? Я думаю, что это действительно важный вопрос. Узнать, вообще понимает ли она, почему она здесь. Или она, блин, она в шоке находится, возможно, даже сейчас. Ну, а пока она думает и ожидает, хочу вам рассказать небольшую тактику. В общем-то говоря, ребятки, на видео и, в принципе, фото можно оспорить. Она может это оспорить в связи с тем, что, собственно, ее лицо видно лишь там. А, возможно, лицо может быть двойник какой-то и так далее. Потому мы не будем сразу предоставлять ей доказательства. Возможно, она как-либо затупит. Возможно, она как-то затупит. И спалит сама, что это действительно была она. Не имею понятия. Статью не огласили. Действительно, я ей ничего еще не сказал, как она может понимать, за что она вообще здесь находится. Давайте тогда ей озвучим. Собственно, уважаемая Ксения, почему вы здесь находитесь? Хорошо, я вам об этом расскажу. В общем-то, вы здесь находитесь, потому что вы находились на титульной территории предполагаемой опасной группировки. Тем самым вы, как сказать-то это правильно? Тем самым вы подвергали опасности всю область, весь авторитет области. Да и, в принципе, вашу жизнь. И при том, что ваша жизнь, ваша личность была неприкосновенной до определенного момента. Соответственно, сейчас она уже такой функции не обладает. Я ей говорю, вы пребывали на предположительной территории преступного синдиката. Тем самым, ну я это все и объясняю, то, что я вам уже и рассказывал. Надеюсь, то, что она сейчас как-либо подтвердит. Мы это все зафиксируем. И, соответственно, у нас будут железобетонные аргументы о том, что это была действительно она. Да, честно, ребятки, мне очень нравится тактика, которую я придумал. Мне кажется, она 100% сработает. Я не знаю, я прям сердцем это чувствую, можно сказать. Расскажите об этом, собственно, с вашей стороны. Как вы это все видели? Кто вам об этом сообщил вообще? Почему вы там находились? Ядрить, колотить. Почему губернатор занимается каким-то делом на территории ОПГ? Я не понимаю этого. Понимаешь, Ксения, вообще не понимаю. Вы свою жизнь, вот представляете, что бы было, если бы вас там как-либо заковали, там, я не знаю, веревку завязали, похитили. Просто представьте, что бы было в этот момент для области. Вот если считать мое мнение, то я считаю то, что это максимально халатное отношение по отношению к своему посту. Считайте, что вы лицо нашей области и совершаете такие поступки, я бы даже это проступком не назвал. Это действительно очень серьезные поступки, которые должны караться по уголовной статье, собственно, по уголовному делу, которое мы завели. И я намерен, я ей пока что это не буду рассказывать, но вам расскажу, ребята. Я намерен ее уволить. Вот действительно, ребята. Находиться, будучи губернатором на такой территории. Что она говорит? До меня дошла информация, что отель Курганский. И что же отель Курганский у нас сделал? Интересно. Как она вообще это все объяснит сейчас? Как она объяснит? Вот я действительно не понимаю, как она может сейчас отнекаться, что она может придумать, даже если у нее нет таких-либо весомых таких причин. Хочет заминировать наше правительство. На самом деле, ребят, мне кажется, что вот это вот показание действительно было неправильной с ее стороны. Потому что если бы так и было, то она обязана сообщить нам, точнее, в ФСБ, потому что мы занимаемся обеспечением безопасности губернатора и всей области. Но никак не сам губернатор. Потому что мы обязаны защищать ее, а не она свое правительство. Вот это максимально глупое, мне кажется, показание на данный момент. И нормально ли вообще так делать, ребята? И я наняла специального агента под прикрытием. Не, ребятки, это все. Это надо ее закрывать. Это абсолютная некомпетентность в своей должности. Какой агент под прикрытием? Вы понимаете то, что это третье лицо? Вы понимаете, Ксения, то, что это третье лицо сейчас? Которое может вникнуть во все государственные тайны, раскрыть все наши секреты, раскрыть дела в ФСБ. И попросил его проникнуть туда. Но как она сейчас объяснит то, что находилась она... Точнее, не она там. Ой, точнее, наоборот, ребятки. Наоборот. Я абсолютно все уже путаю от своей злости. Находился не информатор там, а как раз-таки губернатор. Ладно бы информатор, мы бы могли что-то там понять и обойтись определенным разговором. А что вы там делали, Ксения? Это абсолютная халатность быть губернатором и ходить на территорию, где действительно грозит опасность вашей жизни, безопасность области, безопасность лицу при исполнении. Понимаете, Ксения, это максимально очень-очень странно. Честно вам скажу. Но она продолжает свою бредовую историю. Мы, конечно, не будем ее перебивать. И она говорит то, что после работы, после рабочего дня. И что же ты сделала? Вот как раз-таки, ребятки, тот видеофрагмент, который к нам поступил, был сделан после рабочего дня. Это действительно. Она не врет. Это действительно было сделано так. То есть после рабочего дня, когда она уже свободна, в принципе, от своих должностных обязанностей. Но тем не менее, она в это время все еще является губернатором области. Что же вы тогда сделали? Мне действительно интересно, что она сейчас дальше скажет, ребят. Ага, мне позвонил мой информатор и попросил приехать. Это, вот действительно, я уже несколько раз об этом говорил. Соответственно, своим сотрудникам я об этом говорил и многим другим. О том, что, как сказать, как сказать. Она сейчас роет могилу абсолютно только себе, ребят. Только себе она сейчас роет могилу. Потому что, во-первых, как я уже и говорил, информатор это третье лицо. Доложить обстановку, чтобы не было слива информации. Вот как раз таки, Ксения, вы сейчас себе противоречите. Потому что слив информации может поступать конкретно от как раз таки третьего лица, который вы наняли. А как мы знаем, ребятки, в правительстве никакие охранники, никакие секретари, никто не имеет такого права быть информатором. Вы понимаете, что сейчас даете показания против себя и правительства в целом? В принципе, я думаю, ей можно это все рассказать. То, что надо бы призакрыть свой рот, такой бред нести сейчас. Какие информаторы вообще? Вот какие, Ксения, какие информаторы? О каких вы информаторах говорите сейчас? Когда у вас есть у ФСБ составом очень-очень много людей. Помимо того, что там реальные сотрудники, там еще и мои любимые подписчики пришли. Спасибо вам большое, ребятки, кто залетел ко мне в ФСБ и помогает. У нас работает отдел ФСБ для таких дел, вы понимаете это? Вот просто, Ксения, поймите то, что должны этим заниматься не какие-то сторонние люди, а мы. А вы пытаетесь на стороне кого-то сейчас нанять, для того, чтобы они якобы-якобы обеспечивали защиту вашего правительства. И тем самым, уважаемая Ксения, вы подвергли свою жизнь опасности. Да и причем, знаете, не только свою. Вы сейчас просто обесценили всю работу ФСБ. Для чего мы здесь огромнейшим составом стоим? Для того, чтобы вы нанимали сторонних информаторов? Вы понимаете, что вы сделали сейчас, Ксения? Вы, как губернатор, должностное лицо, вы должны заботиться о том, чтобы все госструктуры работали правильно. О том, чтобы, в принципе, в городе был порядок. В чем я даю показания против себя, если я хотел обезопасить правительство? Безопасностью занимаемся мы, Ксения. Что в этом непонятного? Я вот, действительно, ребята, это максимально странно. Вот вы просто сейчас напишите в комментарии, как вы считаете, кто сейчас прав? Я или Ксения? Безопасностью занимается у нас у ФСБ Ксения. Поймите этого. У нас никакой информации не приходило абсолютно. Вы хотя бы приинформировали бы. Сказали, кто информатор. Мы бы за ним последили. Можно ли доверять вообще такому человеку? Ох, ребятки, реально очень тяжелый допрос сейчас. Очень такой эмоциональный, я бы сказал. Что вы, вообще, чем вы сейчас занимаетесь? Что вы занимаетесь с сотрудничеством, с нелегальными организациями? У нас есть такие сведения. Действительно, Ксения. Возможно, и такое то, что вы там находились не с информатором. И сейчас вы нагло лжете на камеру, на диктофон. Что скажете на этот счет? Что скажете насчет таких обвинений? В счет того, что, возможно, действительно, вы покрываете просто эту организацию. А сейчас хотите сказать то, что вы действительно работали на благо области. Какого-то информатора наняли. В любом случае, обе эти версии, ребят, противоречат всем законам. Противоречат, наверное, даже логике какой-то определенной. Вот действительно, сами поразмыслите. Информатор. Вместо ФСБ, вместо огромного отдела ФСБ, который действительно профессионал своего дела, как вы уже знаете по прошлым всем моим роликам, мы действительно профессионал своего дела и выполняем свою работу добросовестно. Вместо этого она наняла какого-то там информатора. По первой версии. Ну а по второй она ничем не лучше, абсолютно ничем. Вторая версия это то, что действительно вот так вот и получилось, то что она покрывает нелегальные организации. Опять бредовый ответ, как будто бы нашего губернатора просто подменили. Мне кажется, меня хотят просто подставить. Если есть весомые доказательства, а у нас есть весомые доказательства, Ксения, у нас есть эти доказательства. Давайте, я думаю, сейчас реально моя тактика сработала, мы получили все доказательства ее слов, то что она действительно там находилась. На этот счет, то предъявите. То есть, хорошо, мы сейчас вам предъявим папку с нашим уголовным делом, где все подробно расписано мной, лично мной, все подписано, есть вся документация, есть заведенное уголовное дело со всеми доказательствами. Действительно, держите, ознакомьтесь с этой папочкой. Я думаю, Ксения, вы поймете, в чем действительно дело здесь, в чем вы обвиняетесь. И говорить то, что вас хотят подставить, действительно. То есть, смотрите, мы обеспечивали вашу защиту в течение многих лет, и сейчас вы думаете то, что мы действительно попробуем в моменте подставить. Я Екатерину попросил дать мне дубингу, потому что то, что несет наша Ксения, это абсолютный бред. Абсолютный, ребятки. И сейчас мы можем потихую просто кое-что интересное сделать, ребятки. Ну, я думаю, вы все увидите сами. Ну, а сейчас дадим Ксении ознакомиться с папочкой. Возможно, после того, как она увидит всю документацию, все расписанное подробно, она поймет, ну, что здесь, ребята, ну, зачем вы здесь столпились-то? Я вообще не понимаю. Бардак какой-то творится. Помимо Ксении, губернатора, который говорит какую-то чушь, тут еще и люди сторонние просто пришли, смотрят на допросную. Вообще непонятно, чем у нас Никита занимается. Охранник называется еще. Ё-моё. Ну, Ксения сейчас ознакомляется, в принципе, с папочкой, будет думать, что ей делать, как ей давать показания. И сейчас тебе никто, Ксюшенька, помочь не может. Не твои заместители. Абсолютно никто. А вот она и попалась, ребятки. Вот она и попалась. Как бы вы узнали, что это я без моих признаний? Ну, дорогая Ксения, на то и расчет. Понимаешь, не все так просто в этом мире. Возможно, какая-то хитрость. Даже, по сути, от ФСБ, которое должно заниматься твоей охраной. Но если ты нас решила променять, то и мы пошли на определенные уловки. Но в этом и была цель. Мы, конечно же, сейчас имеем все доказательства того, ну, как я уже это и говорил, ребятки, того, что она действительно там находилась. Так что, Ксюш, теперь отвертеться уже, как бы, не знаю, не получится. Я бы сказал, не получится, Ксения. Да и если подумать, друзья, без наших уловок все понятно. Губернатор – это лицо области. Соответственно, это лицо знает каждый, наверное, гражданин нашей области. И, конечно же, это знает командир группы Альфа у ФСБ. ФСБ. Как я могу не знать ваше лицо? Вас в лицо. Как я могу не знать того, чью защиту я обеспечиваю? На кого я, в принципе-то, можно сказать, и работаю? Как я могу вас не знать в лицо? Конечно же, это были вы на всех видеодоказательствах, всех фотодоказательствах. Кстати говоря, ребят, вы заметили вот эту тенденцию? Среди всех наших допросов все отнекиваются, все куда-то юлят. И просто никто не хочет признаться, что да, действительно, я виноват. Я был неправ в этой ситуации. И, возможно, ФСБ захочет как-то, я не знаю, помочь человеку. Я не отрицаю, что это я сделала. Но это было на благо правительства. Ну, какое благо, Ксения? Какое благо? Я вам уже второй или третий раз объясняю. Это не может быть сделано на благо правительства, понимаете? Да и, в принципе, Ксения, сейчас рассматривается, по сути-то, только два варианта, при которых действительно что-то возможно. Других, третьих, я бы сказал, даже не дано. Есть два варианта. Первое, это то, что вы наплевали на то, что у нас есть ФСБ в области. Вы решили нанять третье абсолютно лицо, которое не имеет никакого отношения к госструктуре, которое может узнать какие-то тайны, слить их. Или же вы были просто так, на территории преступной группировки. И, конечно же, ничем не лучший вариант прикрывали их. Уважаемая Ксения, давайте уже будем как-то посерьезнее к этому относиться. Будем рассказывать все, как было, а не просто юлить туда-сюда, откуда вы узнали, как вы узнали. Я это делала во благо правительства. Это такой бред, Ксения. Вы понимаете то, что это все записано? Понимаете то, что вы лицо области? Если кто-то об этом узнает, это будет такой стыд на всю область. Понимаете? Это максимально бредово. Вы подставили всю область сейчас. Что же она в этот раз скажет? Я находилась возле отеля Курганский. Это понятно. Но вы находились не просто возле Ксения. Вы находились внутри отеля Курганский. Где у нас, как вы знаете, базируется преступная организация, по всем нашим данным. Мы уже не единожды, не единожды, уважаемая Ксения, проводили облаву на данную организацию, но никак не можем истребить полностью. А рядом меня ждали сотрудники ГУМВД. Какие тогда на это доказательства есть, Ксения? Сейчас просто слова из воды. Если у вас будут какие-то доказательства, конечно, мы, возможно, это и примем. Но, опять же, жертвовать жизнью губернатора, это максимально глупо. Послали бы своего заместителя. У вас есть... У вас очень много должностных лиц в правительстве. Но нет, вы хотите прям идти на рожон. Вот зачем? Сотрудники ГУМВД вообще этим не должны заниматься, понимаете? Если бы даже такое было, мы должны быть, во-первых, мы должны быть оповещены. Она спрашивает, откуда у вас доказательства, что я была внутри? Ну, так фото и видео съемка вы все сами видели на деле. Так вот, продолжу, ребятки. Во-первых, ГУМВД не должно заниматься обеспечением сохранности, целостности самого губернатора. Не то, что не должны. Они должны помогать у ФСБ. А у ФСБ не было ни единой информации. Да такой бред сейчас говорить про какой-то МВД. Я более чем уверен, друзья, о том, что сейчас она нагло врет нам и придумывает какое-то... Я не понимаю. Придумывает что-то. Понимаете, ребят? То, что сейчас мы это все записали, и мы можем использовать против нее это в суде. Какой-то ГУМВД. Я уверен просто. Я спрошу у генерала, он скажет, никак нет, такого не было. Я не говорил, что была внутри отеля. Но у нас есть доказательства. Какое, Ксения? Вы ознакомились. Все видно, то, что вы находились внутри. У нас, конечно же, есть все фотографии внутренностей Курганского отеля. Потому что мы проводили облаву. Мы брали оттуда экспертизы. Мы все... В принципе, там у нас очень много фотографий в нашей базе данных. Это вот... Я не понимаю, зачем она это делает. Ребят, хоть вы мне объясните, зачем, Ксения? Зачем вы это делаете сейчас? Этот допрос может длиться бесконечно, понимаете, Ксения? Но суть в том, что мы вас сейчас расколем. Вы все нам расскажете. В крайнем случае, мы встретимся в суде, уважаемая Ксения. Там мы покажем то, как вы нам нагло врали про ГУМВД. Как вы нагло врали про информатора. И, кстати говоря, кое-что я очень сейчас интересное придумал, ребятки. Сейчас мы это у нее и спросим. Хотя, я думаю, немножечко... Я думаю, даже оставим это на будущее. Такой определенный ход конем я придумал, ребятки. И когда мы ей это зададим, мне кажется, вот в этот момент она офигеет. И она расскажет все нам. Вот действительно, расскажет нам все. Но здесь, на самом деле, у нее уже нет пути назад. Она начала нам врать. Она начала юлить. И, в принципе, как-то неуважительно относится к ФСБ. Она нам даже ничего не ответила на то, почему вы не вызвали ФСБ. Почему вы не обратились в нашу службу. Учитывая то, что это наша прямая обязанность. И никаких поблажек с нашей стороны она уже ожидать, я думаю, даже и не может. Да и, в принципе, пускай не надеется на это. Потому что мы работаем, собственно, на нашу государственную безопасность. И, прежде всего, на компетентных сотрудников. А не на человека, который меняет ФСБ на каких-то информаторов. Или, хуже того, еще и работает с этой преступной группировкой. Она действительно понимает, ребят, то, что она не выдерживает этот разговор. Потому что я действительно имею все аргументы на то, на ее нарушения, в принципе. Поэтому, ребятки, сейчас, хоть она и девочка, хоть она и губернатор. Хоть она, в принципе, я не знаю кто, неважно кто. Но если вы не хотите по-хорошему. То сейчас мы выключим боди-камеру. Сейчас мы закинем, собственно, нашу звукозапись. Мы ее выключим. Возьмем дубинку в руки. Ну и, Ксения, держитесь. Получай, уважаемая Ксения, получай. Я думаю, к такому человеку, который нам сейчас нагло врет, просто нельзя не приложиться. Вот так вот приложились. И все, на душе как-то спокойно. Говорить начали. Уважаемая Ксения, давайте, начинаем разговор. Серьезный разговор. Если вы хотите вот это вот ваших официальных судов, без каких-либо доказательств. А вот не будет такого, понимаете, Ксения? Вы обязательно будете вызваны в суд. Вы это не переживайте. Но сейчас вам надо все рассказать для того, чтобы на суде уже не сидеть, не спорить. Аргументированно все показать и уже решить дальнейшую вашу судьбу. Ладно, Ксения, на первый раз я тебя прощаю. Я думаю, тебя можно обратно поднять. Давай, вставай уже быстрее. Давай, вставай. Ударим тебя еще разок. Опа, встала. Молодец. Теперь пора нам все рассказывать. Давай, Ксения, рассказывай. Начинаем, Ксения. Переосмысливаем все и говорим заново. Абсолютную правду и только правду. Давайте для начала разберемся, Ксения. Вот только скажите честно. Вы с ними сотрудничали или как? Вот просто скажите, вот действительно, сейчас лучше правду сказать, Ксения. Вы сотрудничали с ним, вы им помогали или как? Но она отвечает, я уже все сказала и не буду отказываться от своих слов. Так вы и не отказывались здесь, Ксения. Все, что вы сказали, мы все понимаем, понятно. То, что вы особо ничего сейчас не хотите нам рассказывать про это все. Но все же, Ксения, у меня есть такие подозрения, что вы действительно сотрудничали. Я это могу попробовать доказать в суде. Но я думаю, все же лучше на нее, ребят, пойти в суд по делу о том, что она действительно укрывает от ФСБ много. Она ставит под опасность нашу область, свою жизнь, так как она неприкосновенная личность. Она заходит на территорию преступного синдиката и, в принципе, подвергает свою жизнь, в принципе, большим риском. Давайте тогда имя информатора. Вот. То, о чем я вам хотел сказать, ребятки. Это такой коронный вопрос, который сейчас ее поставит в ступор. Потому что я уверен, что этого информатора как такового нет. Она просто сама взяла и заявилась туда. С непонятными целями, с непонятными причинами. Хотя, в принципе, это можно объяснить сотрудничеством с преступным синдикатом, как я это уже и говорил, ребятки. Поэтому сейчас, если она сможет назвать имя как раз-таки информатора, тогда окей, возможно, та информация, которой я, собственно, говорил про сотрудничество, она может отпасть. То есть будем уже разбираться с другим. Почему она, собственно, сотрудничает уже с другим информатором, учитывая, что у нее есть огромный отдел ФСБ. На что снова получаем еще более бредовый ответ. Не могу это сказать, так как это конфиденциальная информация. Какая это конфиденциальная информация? Давайте разберемся, Ксения. Это вообще полный бред, опять же, что вы говорите. Какая конфиденциальная информация от сотрудников ФСБ, причем старшего состава сотрудников ФСБ. Вы обязаны просто открывать эту информацию, потому что, действительно, по этой информации мы должны отталкиваться и уже расследовать возможный теракт, как вы говорите, на здание правительства. Вот как вы можете просто это укрывать, при том, что, в принципе, уважаемая Ксения, в принципе, мы должны этим заниматься, а не какие-то там информаторы. Я это уже, наверное, говорю раз в шестой. Это полнейший бред, на самом деле. Но, друзья, все мы сейчас прекрасно понимаем то, что знает она все права, знает все обязанности, все правила, в принципе, губернатора нашей области. И она обязана это раскрыть. Но почему она говорит, что это конфиденциальная информация? Все правильно, ребятки, вы думаете. А потому что этого как раз-таки информатора и не было. Потому что она пришла туда исключительно без каких-либо информаторов, без той истории, которую она нам рассказывала. И это все абсолютно придумано и высосано из пальца, нагло высосано, ребят. И вот возникает лишь один вопрос. Что с таким губернатором-то делать? Ну и опять, ребят, из крайности в крайность. Имя информатора я вам скажу после подтверждения информации теракта правительства. Но вот если эта информация будет подтверждена, она как вообще будет подтверждена вами? Информатором и как раз-таки губернатором? Это вообще что за бред? Я опять же, Ксения, я вам повторяю. Заниматься этим делом должны мы, а не губернатор. И не какие-то там информаторы. И вот что в этом непонятного? Я вам это объясняю, ну, в сотый раз уже. Вот мы сидим в допросной уже полчаса, понимаете, Ксения? Мы сидим реально здесь уже полчаса, и вы рассказываете мне какой-то бред про каких-то информаторов, пытаетесь укрыть какую-то информацию. У меня есть такие подозрения, то что если я ее сейчас отпущу, она действительно найдет человека, возможно, подкупит его, который скажет на суде то, что я действительно являюсь информатором. Но мы запросим доказательства, ребят. Мы не глупые. Мы понимаем то, что этого информатора нету. Как не было его и не будет, в принципе. И просто, возможно, она возьмет какого-то реально человека. Но, соответственно, ребят, если она будет брать своего подчиненного из правительства, то это будет как бы неправильно, потому что они не имеют такую власть быть информатором губернатора. Хоть заместители, кстати, заместители тоже не имеют права находиться на такой территории, как, в принципе, и все сотрудники. Поэтому информатор должен быть исключительно из ФСБ или в ее случае, как она сказала, таким, я бы сказал, наверное, с гражданским. Гражданским, получается, с каким-то определенным образованием, возможно, по знакомству у нее. Не, действительно, это, ребят, непонятно. Если бы теракт подтвердился, то я бы обязательно доложил вам. В чем проблема? Мы должны. Не. Подтвержденный теракт, мы должны это все расследовать. Что за бред вы вообще несете, Ксения? Ну, опять же, из крайности в крайность, как я уже и говорил. Ее показания становятся все бредовее и бредовее абсолютно с каждой секундой. Какие вот, я просто этого не понимаю, ребят. Вот, ни правительство, ни какие информаторы не должны этим заниматься. Мы должны этим заниматься, мы должны это все узнать, мы должны это все расследовать, мы должны внедряться в определенную группировку. Так как у них даже есть сведения, окей, у них есть сведения о том, какой именно отель, отель, по их словам, кстати говоря, отель, какой занимается этим. И, соответственно, мы можем внедриться, мы можем все узнать и предотвратить. а не какие-то информатор и губернатор, что они сделают, у них даже по сути своего оружия и определенного навыка владения оружием нету для того, чтобы это все предотвратить, вы обязаны прямо сейчас мне все про это рассказать, Ксения, я вас призываю к уму, разуму, для того, чтобы вы сейчас все это рассказали и уже мы предотвратили весь теракт, что мы будем с вами делать, иначе мы это будем расценивать как покрывательство, как покрывательство именно как раз-таки преступной группировки. Ох, Ксения, такого трудного губернатора при нас еще не было, ну и опять же она просит вызова в суд, нет, конечно, конечно, друзья, мы ее вызовем в суд обязательно, мы со всем этим разберемся, и я просто уверен, друзья, что мы сможем ее снять за такое абсолютно халатное отношение к своему посту и к нашей области, друзья, напишите в комментарии вот прямо сейчас, как вы считаете, сможем ли мы это сделать, достаточно ли нам доказательств, но вот это вот реально такой бред полнейший. Ну хорошо, Ксения, раз вы не хотите по-хорошему, как я вам предлагал, просто во всем сознаться, все рассказать, тогда окей, ждите повестку в суд в течение двух-трех дней примерно, и будет вам и суд, и разбирательство, и ваше снятие с должности. Конечно же, будет ваше снятие с должности, я вам это обещаю, я просто это обещаю. Охрана правительства контролировала весь процесс, она продолжает, зачем? Вот зачем? Мы уже все обсудили, мы уже решили расходиться. Ну, какая-то охрана правительства, в принципе, которая не имеет права этого делать. Давайте, все, Ксения, до свидания, я вас забираю, в принципе, вы сейчас можете быть свободны, нас, точнее, вас сейчас довезут мои сотрудники, мои сотрудники вас довезут на машине со всем комфортом, хотя вы вот с таким отношением к нам его, в принципе-то, и не заслуживаете, мне кажется. Всего хорошего, ну, и вам того же хорошего, пройдемте, давайте за мной проходим. Ой, Екатерина к нам подошла, наконец-то. Все, давайте, выключаем боди-камеру, записываем. Все это, ребятки, мы сейчас записали, и у нас, в принципе, хороший есть аргумент, на самом деле, очень хороший аргумент, для того, чтобы ее еще дальше посадить. Возможно, мы сможем на нее нагнать еще и срок за то, что она во время своего поста испортила свою должность, испортила, нанесла колоссальный ущерб. Капец, кстати, тут людей очень много собралось, всем очень интересно, но я надеюсь, они не слышали такую важную информацию о государственной важности. В принципе, она до сих пор является действующим губернатором, потому ее авторитет нельзя никак подрывать. То есть, если вот эти печеньки услышат, вот это вот то, что мы с ней говорили, я не думаю, что они продолжат ее как-то уважать, потому что, мне кажется, и они понимают то, что правы в этой ситуации только мы. А она пытается или кого-то покрыть, или, я не знаю, или такой самопроизвол устроить, полнейший, просто полнейший самопроизвол. Так, давайте, выходите уже из этой комнаты, столпились тут, ребятки, довезите ее, пожалуйста, давайте, до здания правительства, пускай дальше отстаивает свой срок на месте губернатора. Конечно, не особо удачный у нее срок такой, получается очень много косяков, которые заметили мы, который заметил, в принципе, президент Российской Федерации и снял с нее неприкосновенность. Давайте, вот вам фура уже подъехала, в принципе, садитесь, товарищ губернатор, уважаемый наш. Так, давайте, ребятки, подходим, подходим, да, везем Ксению. Ну, Ксения вот еще и медлит, еще и медлит, нет бы быстрее отсюда свалить, она тут еще медлит. Присаживайтесь, уважаемый губернатор, мы все-таки должны как-то соблюдать субординацию, независимо от того. Скажем так, мы должны оставить все в той комнате, где был допрос. Все наши такие междоусобные войны, я бы сказал, между правительством и ФСБ, между губернатором и мной. И, в принципе, давайте присаживайтесь уже в машину, вас сейчас мой состав отвезет, и вы будете довольны, мы будем довольны. И, в принципе, уже встретимся как раз-таки в суде, Ксения. Она еще и дверь просит открыть, господи, Ксения, ну вот вы не в таком сейчас положении, понимаете? Ну, я не знаю, наверное, печеньки сейчас, да, открывают, давайте, и мы откроем. Как-никак, друзья, но это действующий губернатор, и сейчас она находится выше нас намного по иерархии, она, в принципе, важнее нас. Так что давайте провожаем нашу как раз-таки Ксению, нашу косячного губернатора нашего, ребят. И, в принципе, можем быть свободны уже. Все, друзья, губернатор со всеми почестями у нас уехал, хотя она таковых не заслуживает, на самом деле, ребят. Всем спасибо, я хочу сказать, за просмотр, не забываем ставить свои лайкосы, не забываем подписываться на мой канал. А также, ребят, не забываем, что промокод HELF самый лучший промокод. Ну, а мы встретимся уже через буквально пару дней на суде. Через пару дней на суде, ребят. Всем спасибо и всем пока-пока!